МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оценка качества образования в детских садах города. 27 апреля исполнилось 140 лет с день рождения этого великого святого. Книжная выставка «Осветитель Лука». Акция ГИБДД «Засветись, стань заметней на дороге». Всего год, как я вернулась к живописи. Хотя в детские годы, как я говорю, в сознательном детстве, я окончила художественную школу. Когда в душе пробуждается творчество. А теперь об этих и других событиях подробнее. В 2016 году в нашем городе, согласно законодательству, создан Общественный совет образования, одной из функций Совета проведения независимой оценки качества образования. С 17 апреля в детских садах и Доме детского творчества проводилась такая оценка. 16 мая руководители дошкольных учреждений и Дома детского творчества собрались, чтобы ознакомиться с результатами независимой оценки. Для точности и объективности сбора материала и данных Совет привлекал оператора. По нашему положению, которое утверждено и которое у нас располагается на сайте Комитета по образованию и администрации, Общественный совет имеет право привлекать организацию оператор для следующей функции – сбор, обобщение и анализ результата. И в таком случае Общественный совет работает уже непосредственно с обработанной информацией. Источником информации для оператора были официальный сайт образовательного учреждения и анкетирование родителей, оценивались доступность и информативность сайта. Родители оценивали материально-техническое оснащение детского сада, наличие дополнительных образовательных программ и желание порекомендовать своим знакомым. На заключительном совещании подвели итоги независимой оценки, обсуждались все критерии, отмечались достоинства и недостатки. Все детские сады и Дом детского творчества получили оценки хорошо. У детского сада Чебурашка – отлично. Организации операторам-педагогам даны рекомендации по совершенствованию качества обучения. Члены Общественного совета поделились своими пожеланиями. Все педагоги признали необходимость мониторинга и анкетирования родителей. Закончился совет активным обсуждением процедуры оценки и наличия условий реализации рекомендаций. Поступило предложение разработать программу параллельного взаимодействия между дошкольными учреждениями. В Смоленской области впервые проходит региональный слет родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. В программу мероприятия входят круглые столы с обсуждением актуальных проблем, в частности о правах и возможностях родителей с детей с особенностями развития, медицинском и техническом обеспечении маленьких смолян, социальных услугах. Перед участниками выступят специалисты Фонда социального страхования, представители медико-социальной экспертизы, профильных организаций и департаментов. На основе совместной работы организаторы семинара планируют разработать и подготовить методические материалы. В Десногорской центральной библиотеке открылась выставка персона «Святитель Лука». 27 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения этого великого святого. Хотя совсем недавно его имени не было ни в одной энциклопедии. Так кто же такой Лука Крымский? В миру Валентин Феликсович Войноясинский. Что оставил нам наследство? Наука и религия сплелись в образе этого человека воедино. При жизни Валентин Феликсович был хирургом и архиепископом. Многие его пациенты живы и по сей день. За заслуги в медицине он награжден званием лауреат Сталинской премии первой степени. После этого отсидел 11 лет в лагерях. Умер великий хирург 11 июня 1961 года. А клик у святых причислен в 2000 году. Более подробно биографию святого можно узнать из книг, которые имеются в Центральной библиотеке Десногорска. Мы, как правило, ставим выставки к юбилеям известных людей. И это имя, имя святителя Луки, с каждым годом набирает популярность среди жителей. К нему обращаются много. Люди верят в этого святого. На выставке можно найти как книги о биографии святого Луки, так и о чудесном исцелении его пациентов. О заключенном хирурге рассказывает роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике «Белые ангелы милосердия», который подготовила библиотека, можно прочитать воспоминания жительницы нашего города, фельдшера Валентины Зайцевой. Ей посчастливилось работать в госпитале с профессором Войно-Ясенецким в Великую Отечественную войну. Помимо книг, на выставке представлено и много журнальных публикаций. Уважаемые читатели, мы ждем вас в библиотеке. Книги выставки «Святитель Лука» будут интересны людям разного возраста. Работающим и пенсионерам, детям и взрослым. Православная книга, как духовная и светлая литература, никогда не утратит своего значения. На Смоленщине участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Особую группу риска составляют лоси. Столкновение с Сахатом обернулось травмами 50-летнему пассажиру автомобиля в Кордымовском районе. То же самое произошло с 27-летней пассажиркой иномарки под Вязьмой. Как правило, ДТП с этими животными происходит в темное время суток, когда животные мигрируют через автомагистрали. В преддверии 4-й глобальной недели безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД на федеральных дорогах Смоленской области провели массовое мероприятие «Засветись, стань заметней на дороге», направленное на популяризацию использования пешеходами, особенно юными, цветоотражающих элементов. Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Сотрудники призвали юных участников дорожного движения и взрослых к соблюдению мер безопасности при переходе проезжей части в темное время суток и обязательному ношению фликеров. Госавтоинспекторы через громкоговорящее устройство рассказывали участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила дорожного движения в зоне пешеходных переходов, а также об использовании световозвращающих элементов как дополнительного средства для обеспечения безопасности. При общении с юными пешеходами сотрудники дорожной полиции рассказали о световозвращателях, которые необходимо разместить на одежде, сумках и рюкзаках. Это позволит водителю в темное время суток вовремя увидеть пешеходов на обочине дороги или на проезжей части. Регулярное использование таких изделий значительно снижает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В регионе учредили новую награду – почетный знак за преданность службе. Об этом сообщили на заседании Комитета областной думы по законности и правопорядку. На изображении почетного знака будет запечатлен подвиг Магомеда Нурбагандова, который был жестоко убит бандитами при исполнении. Этот знак будет высшей региональной наградой, которую будут вручать сотрудникам органов внутренних дел. В областном центре стартовала акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Она будет проходить по всей России и приурочена она к 21 мая – Дню памяти жертв СПИДа. Одна из основных целей – акции профилактика заболеваемости СПИДом и привлечения внимания общественности к этой проблеме. В нашем регионе выявлено 3360 ВИЧ-инфицированных. В основном это люди от 30 до 46 лет. 20 мая Десногорский историко-краеведческий музей приглашает десногорцев на международную акцию «Ночь в музее». Сотрудники музея ждут посетителей с 11.00 до 22.00. В программе «Музея поискового движения» экспозиция «Смоленщина» в годы Великой Отечественной войны, выставочный зал «Феникс», художественная выставка «Победный май». Все мы родом из детства. Для многих детские и юношеские хобби и увлечения остаются за горизонтами многих лет. А бывает так, что в один момент у кого-то руки тянутся к карандашам и кисти. И человек начинает опять творить, принося счастье себе и людям. О таком художнике мы хотим вам рассказать сейчас. Мы ежедневно встречаемся с прекрасным, но в житейской суете проносимся мимо. Не часто в наши дни встретится человек, который остановится для того, чтобы на полотне запечатлеть для нас незабываемый момент красоты природы или букета цветов. Вот такая замечательная нежная выставка картин Светланы Красновой приютилась на некоторое время в помещении Совета ветеранов Смоленской атомной электростанции. Мы посетили выставку и встретились с художником. Всего год, как я вернулась к живописи. Хотя в детские годы, как я говорю в сознательном детстве, я окончила художественную школу. Очень люблю акварель, очень люблю. И училась долгое время работать с акварелью. Но сейчас, в последнее время, понимая, что масло долговечнее и пользуется большим спросом, я, конечно, освоила и масляную живопись. Копий я не делаю. Вначале, когда я вспоминала акварель, то копировала успешных акварелистов. Сейчас я этого, конечно, не делаю. Все идеи мои. Была однодневная выставка в Нейтрино 7 марта перед концертом. И еще я отдавала работы на общие выставки. Персональная первая. Пожелаем Светлане вдохновения на новые шедевры и больше прекрасных экспозиций. И в завершении выпуска новости спорта. В Смоленске проходят первые в этом году областные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание и пожарная эстафета. В соревнованиях принимают участие 11 взрослых и 5 детских команд. Такие состязания проходят также на всероссийском и международном уровне. А в Десногорске 20 мая любители баскетбольных баталий могут прийти на уличную площадку реабилитационно-оздоровительного центра Смоленской АЭС на открытие баскетбольного летнего сезона. Начало мероприятия в 11.00. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok